итак друзья всем привет сегодня 27 апреля 2024 года сейчас утро тепло с утра хотя пчелы еще не летают птицы поют ветра нет такая температура градусов 10 наверно ночь была теплая сегодня обещает более 20 градусов завтра такая же эта температура тепло и потом опять рисует небольшие похолодание я опять приехал уже работаю как всегда идет у меня расширение пчелосемей пчелы пока на рамки не лезут но все равно вот отделком прикрываю подставляю светло-коричневые такие сушнинки ващина недостроенная ну вот семейка просится расширение хотел бы показать ребята смотрите вот начали языки строить за основной доску доской вот это за основная доска за основной тоже пчелки находятся так что нужно обязательно расширить и еще смотрите вот наросты поверх рамок тоже показатель того что пчелы как бы все осваивает гнездо полностью тут последняя рамка печатный ледок появился как бы свеженький я считаю я уже говорил да в этом году с вербой повезло очень даже и неплохо поработали до писали мне комментарии в некоторых регионах и снег и был в этом году уже вот сейчас вот как бы в апреле когда у нас было тепло 27 градусов ну как бы вот этот циклон как бы прошел мимо моей зоны так что я тут нахожусь граничу с рядом с башкирией с башкортостаном екатеринбурге был снег у нас не было ну что буду продолжать работать потом были комментарии по закладкам по воспитательницам то что я экспериментально опять же пораньше решил сделать ну хотел бы сказать одно что все получается как бы неплохо закладки были приняты ну все сопутствовало была теплая погода принос пыльцы нектара а это самое главное да конечно некоторые писали что вроде там мало пчелы как бы воспитательницы ребята вы смотрите одно когда я уже ужал свою семью до той такой степени что они лишние пчела находится за основной доской до соседних там каких-то рамках ужатая я думаю не стоит такого писать потому что я уже не первый год вывожу маток таким способом уже все отлажено налажено способов вывода маток очень много какими только я не пробовал способами ну вот этот способ меня прижился вот воспитательницы так вчера опять же тут дополнительно дал для прививочную рамочку вот за 26 число поставил здесь стояла вот это вот рамочка прививочная за 21 здесь маточки запечатанные семья ужатая вот за основная доска тут вот пчелка тоже какая-то там поза но сейчас утро они ужались все равно ужались ну сколько тут рамок раз два три четыре и плюс две планки пчела во всех улочках вот тебе и воспиталка все равно дается подкормка пчелам вот этот отдел у нас с маткой здесь находится матка откладывают яйца ну а сколько приняли ребята я сегодня не буду открывать доставать пусть хорошо кормят личинок это вчерашняя закладка личинок да на эти рамки все за собой здесь еще воспитательница вот здесь вот этот отдел вот этот с маткой 5 рабочек но тут учатся там 5 6 7 8 9 10 здесь 10 рабок ну пчела во всех улочках тоже вчера дал еще одну планочку ну пчелы здесь достатки ну в общем вот такой вот процесс уже пошел воспиталки заряжается потихоньку также писали по трутню трутень как бы должен быть семье трутень что ребята печатный трутень уже его немало в семьях если есть печатный трутень то можно выводить маток это уже проверено хотя бы взять в прошлый год я посмотрел свои видео когда я делал первую закладку а закладка ребята первая у меня была в прошлом году 26 апреля это скажем как бы если перевести на этот год то как бы вчера было вчера я сделал по прошлому году когда вот это была закладка 26 апреля она сработала просто идеально маток воспитали хороших был трутень была погода для облета маток матки получились ранние плодные и неплохие потом еще были закладки следующие и там какая-то закладка в общем получилось так что вывести томаток вывели а вот насчет облета не со всеми повезло но тем не менее не облетелись пришлось это выдержать где-то 14 дней по моему получилось так что матки начали откладывать яйца в нуклеуса тишина благодать на пасеке скоро зацветет черемуха для черемухи тепло тоже нужно вот они бутончики сейчас яблони посмотрим вот яблони ребята яблони вот почки такая вот эту пчелосемью расширял два дня назад до полного гнезда расширим во всех улочках стало им посвободней да кстати насчет вот этих вот полосок я их сейчас убираю но они отстояли свое сейчас они ни к чему да и комментарии есть пишут что ну и действительно так если посудить если в срок прошел там я не знаю сколин действует неделю по моему вот эти полоски китайские ну может так ориентировочно то больше держать потому что концентрация там уже будет очень слабая и естественно клещ к этой концентрации слабой приобретает свой иммунитет так скажем и в дальнейшем вот эти вот полоски будут не совсем эффективные против клеща вара но я думаю многие это знает но кто не знает я вот повторил что полоски надо не передерживать скажем так убирать все полоски я сейчас ставить течение лета вообще больше ничего не буду ставить только потом если что вас по возможности сразу после главного медосбора когда снимем и все магазины весь товарный мед заберем у пчел вот тогда можно снова поставить полоски сразу после того как отберем давайте посмотрим расширим на языке надо убрать отсюда кто-то языки было скидывает туда вулей когда нет взятка и пчелка порой этот воск перерабатывать на постройку то вулей различных так что я вижу вот рамочка за застаной тут медок непечатный есть а вот здесь вот как бы вот я вижу выделяется вот мед севший и тут тоже но рамочка светлая я ее обязательно скрою чтоб они переработали переработали весь этот мед чтобы эта рамочка в дальнейшем у меня не ушла в зимовку ну и плюс к тому же это стимуляция будет пчелы будут перетаскивать куда-то гнездо может быть часть меда естественно да я вначале вскрою чтоб мне потом эту манипуляцию не делать так так вот завстанная доска на край я сейчас ее уберу потому что до полного я не буду расширять потому что хочется мне потом еще ващинки им дать когда зацветет черемуха ну по там видно бота дуванчик черемуха а что взяток был чтобы ващину строили вот видите и на рамки языки тянут пергой все забили тут тоже пергой забили это и есть хорошо ребята очень даже хорошо потом будет похолодание если а у пчел как бы все в достатке они будут продолжать развиваться главное сейчас дать мне чтобы у матки была работа вот рамочка перги забили тут тут немножко так расплода вот и труднивый тут чуть-чуть попал вот она печатка пошла расплода печатный неплохой расплод вообще шикарный да ребята шикарный так тут видимо пчелки вылазят видите усики пчелки выходит расплод так пчела бак вас ребят матку специально не отыскивай но если увижу печатный тоже расплод неплохой тоже расплод печатный а тут вот чего видимо по выходила ну там я вижу личиночный расплод так вот видите показатель пчела еще тут свисает внизу молодая пчела вот печатный расплод здесь печатный расплод предпоследняя рамочка тоже печатный расплод вот такой вот шикарный расплод и перга все тут есть так ребята последняя рамочка осталось давайте я ее вам покажу раз решил вам показать полностью разбор гнезда хотя я этого сейчас не делаю работа его ребята то там про труд не вырос под говорил что нету его видите ребята сколько его это только в одной семье вот он где труд вот 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 все засеяно с другой стороны тоже самое труд есть тут все вот труд не вырос плод так что друзья раз мы заговорили еще о выводе маток я вам показал воспитательницы вот прививку я сделал когда-то еще будет когда запечатают этот маточник когда выйдет матка когда матка это еще будет зреть пройдет немало времени здесь тоже самое получается но намного раньше у трута труд сейчас вот печатный труд вот-вот будет выходить ну где-то может уже и выходит он и дозреет успеет пока матка созревает маточники ну проверено уже ну что ребята кому что доказывать если вот в том году я делал вывод маток а так матки облетаются труд есть все прекрасно так чтобы он делать гнездом сейчас я уже показывал раньше и покажу сейчас так что здесь свободных ячеек фактически нет но где-то что-то и конечно расплод выходит матка тут же все засеивает печатного расплода здесь очень много ну вот посчитать если вот вот на шести рамках здесь расплод уже есть ну а хорошего пчелиного расплода так вот на скидку 55 рамок 5 рамок неплохого расплода и буквально и вот этот расплод выйдет в течение недели и улей будет просто трещать от пчелы что нужно сделать нужно расширить гнездо сейчас посмотрим где что и как здесь вот сколько сколько-то ячеек для матки есть но мало так за вставную я точно уберу сейчас какое-то там похолодание но не страшно да можно оставить там еще заставную но опять же буквально через неделю нужно опять эту семью пересматривать в общем как расширять буду поставлю два светло-коричневых сотах расплодную часть я не разрываю ребята не разрываю тут две кормовые идут а тут светлая сушь поставлю сюда вот и и семью расширил сейчас два дня тепла рамочки они там начнут чистить для матки естественно матка перейдет на два вот этих 100 свободных для отла для откладки но в дальнейшем что естественно пчела потом выйдет будет полон улей пчелы и вот тогда придется уже поставить сюда магазин магазин будет ставится не для того что они принесли сразу него мед несли как бы да по возможности что-то могут и нести посмотрим все зависит от тепла это будет как бы на цветение одуванчика не редкость у нас на урале хорошая семьи на одуванчике приносит медок ну называется майский уже мед так что май сейчас впереди цветение одуванчик а майский мед можно взять если позволит погода вот на такие допустим сильные семьи расплода много печатного он буквально через неделю выйдет пчеле деться некуда пчела пойдет магазин разделительную решетку ребята я не ставлю тут свобода действия для матки рамки меня если буду ставить обязательно сюда как бы первые магазины отстроены отстроенные рамки ставлю там получается я ставлю не 12 рамок гнездо оставлю 10 11 это 12 рамочный вот улей такой вот магазин и там расстояние получается широкая и матка не всегда заходит до откладывать яйца это уже ясно ничего страшного не будет ну походит матка почервит там и в итоге потом этот расплод выйдет но у нас вся ставка здесь вот где я живу ставка на главный медосбор а это июль месяц хотел бы еще заметить у нас июнь на урале как правило бывает голодный вроде и много меда сейчас вы видели я показал тут крови все такие рамки мед перга это все потихоньку вот уходить это хорошо что много что они поднесли на вербе в этом году это хорошо возможно что то если еще вот то то вот просто плюс ну вроде бы все ребята я буду продолжать работать кому со мной друзья было интересно поддержите мой канал ставьте лайки подписывайтесь на рутуб youtube цен все ссылки внизу и также вся наша продукция с нашей пасеки все ссылки внизу всем друзья пока и до встречи на моем канале пока пока